Здравствуйте! Товароведы продовольственных товаров утверждают, что жевательная резинка, которая, как ни странно, является продовольственным товаром, изготавливается, производится из натурального каучука. Значит, вот та резина, из которой сделано всё, что у нас есть резинового, это каучук, ну, может быть, натуральный, может быть, синтетический, но шитый, молекулы шиты друг с другом. Это называется вулканизация. Ну, это вы знаете примерно, да? Вообще-то, говоря, натуральный каучук, ну, вот он того цвета, которого он у нас бывает, когда мы его жуём, краситель туда добавляют пищевой. А так вот, если посмотреть на него где-нибудь в музее политехническом, на каучук, на натуральный, на синтетический, это такая немножко коричневатая масса, но никак не чёрная. Спрашивается, а почему вот такие вот широко распространённые резиновые изделия, как, например, автомобильные шины, их делают чёрными? И вообще, почему так любят чёрный цвет в кабельном производстве, например, кабели и резиновые бывают чёрные, и там в полиэтиленовой оплётке чёрные? Я как-то вот спросил молодёжь, как вы думаете, вот почему шины автомобильные чёрные? Они, значит, подумали и дали очень интересный ответ, мне он понравился лично. Они говорят, видите ли, в чём дело? Вот чёрный цвет идёт к любому другому. Вот как чёрная обувь, да, идёт, в принципе говоря, к костюму любого цвета. Так и чёрные шины идут к автомобилю любого цвета. Вот такой вот был у них, значит, ответ, вывод. Теперь, внимание, как говорится, правильный ответ. А правильный ответ таков. Дело в том, что в резину, из которой изготавливают шины или оплётку для кабеля, специально добавляют графит, углерод. Тонкий-тонкий углерод, тонкий-тонкий порошочек такой, да? Вот, это сажа называется, техническая сажа. Есть сажевые заводики специальные, которые производят эту сажу. Они её производят очень просто. Что-нибудь сгорает с некоторым недостатком кислорода. Но обычно это что-нибудь, это природный газ. И вот он сгорает, а кислорода мало и получается сажа. Ну, как всегда, всё, что горит без достаточного количества кислорода, образуется сажа. И вот эту сажу и добавляют в резину. То есть понятно, почему она чёрная. Для чего? Неужели для того, чтобы подходила к автомобилям любого цвета? А вообще, я вот так вот думаю, как бы было, ну, так вот, неожиданно в эстетическом плане. Смело, если бы цвет шин был бы какой-нибудь такой коричневый или ещё какой-нибудь зелёный, например. Но вот нет такого. Нет такого. А дело вот в чём. Если в резину, внутрь резины будет проникать свет, солнечное ультрафиолетовое излучение, то произойдёт ужасное. Будет происходить деструкция этой резины, изменение её структуры, разрушение молекул, сшивка там, где не нужно. И резина придёт в негодность. Во всяком случае, похожие явления в старые, по крайней мере, времена, можно было наблюдать на детских игрушках резиновых, которые были действительно резиновыми, и в которые не добавлялось сажа. Они были яркие такие, знаете, там, всякие петушки, всякие там человечки с пищалочкой, лягушки. Так вот, эта резина под солнечными лучами, на которые на неё попадал свет, она постепенно деградировала. У меня даже была любимая игрушка такая, такой лётчик с пищалочкой сзади, да? Колька его почему-то я звал. Так вот, он у меня почти потёк, превратился в такую липкую массу. Вот такая вот была страшная гибель Кольки. Не просто вот он стал хрустеть, да? Так вот, чёрный цвет очень важен для кабельной, чтобы свет не проникал внутрь кабелей, чтобы не разрушал там кабельную, всю эту сложную структуру кабельную, и не приводил бы его в негодность. Вот, оказывается, почему всё чёрное. Вот почему очень важен чёрный цвет для всяких полимерных вещей. И как сложно на самом деле сделать что-нибудь цветное из цветной пластмассы, эксплуатируемое на улице, да? Вот те красители, которые с виду-то вроде бы цветные, они на самом деле внутри содержат глубоко непрозрачные для ультрафиолетового излучения компоненты. Всех благ вам, удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok